Духи, тени для глаз, тональный крем, помада – все это продукты мировой промышленности, движимые нашим стремлением к красоте. Так как в некоторые продукты входит более 50 ингредиентов, и большинство из них предназначено для нанесения на кожу, эта отрасль должна работать на высочайшем уровне. Косметика существует с незапамятных времен. В состав косметической формулы входит множество ингредиентов. Эта промышленность во многом зависит от оксидов железа, которые придают продукции разнообразные цвета. Прежде чем отправиться на производство, каждый ингредиент должен быть тщательно взвешен. Это сырье часто бывает сыпучим, как пудра, но может быть жидкостью, маслом или воском. Каждый ингредиент должен быть проверен в лаборатории по контролю над качеством. Один продукт может содержать более 50 ингредиентов, вода. Другой основной ингредиент это вода. Используемая в косметике вода сначала очищается при помощи обратного осмоса. В зависимости от сложности рецепта на изготовление продукта уходит от 4 до 10 часов. Например, пена для ванны. Часть состава обрабатывают в соседнем контейнере, чтобы ингредиенты стали более легко растворимыми. Лопатки из нержавеющей стали тщательно смешивают все ингредиенты. На каждом этапе каждый продукт многократно тестируется. Например, тест на реакцию нейтрализации, основанный на применении кислоты, выполняется с цветным индикатором. Пена для ванны должна быть окрашена, поэтому добавляют краситель и отдушку. В этом случае конечный продукт будет розовато-лиловым. До начала розлива лаборатории микробиологии и контроля над качеством должны удостовериться, что продукт соответствует высоким стандартам. Теперь следующий этап. Этот аппарат может наполнять одновременно до 12 бутылочек в 700 миллилитров со скоростью ровно 50 в минуту. Уровень заливки контролируется электроникой. Теперь надеваются колпачки. Этот аппарат устанавливает и накручивает колпачки автоматически. Эти роллеры из уритана оказывают нужное давление. Затем бутылочки проходят через запечатывающий аппарат с индуктором, который производит магнитное поле, нагревающее кусочек металла под колпачком. Достаточно нагревшись, он вплавляется в горлышко бутылки. Еще здесь производят скраб. Скраб заливают в воронку, конец которой соединяется с трубкой разливающего аппарата. Продукт стекает под силой тяжести. Аппарат разливает скраб со скоростью 50 тюбиков в минуту. Затем концы тюбиков запечатывают при помощи нагревания и гофрирования, и тюбики отправляются на расфасовку. Также здесь производится одеколон и туалетная вода. Жидкость наливается в бутыли при помощи всасывания. Бутылки помещают под 12 разливными трубками, которые запечатывают горлышко для создания вакуума, который втягивает продукт. Затем ставят трубку пульверизатора. Удерживая две бутылки одновременно, этот аппарат скрепляет насос с горлышком бутылки. Этот белый рукав вставляет трубку, а серый ее закрепляет. Теперь очередь пульверизатора. Этот аппарат ставит пробку, а потом молоток скрепляет ее с пульверизатором. И теперь они готовы. И последний продукт – это шариковые дезодоранты. Этот аппарат наполняет 115 бутылочек в минуту, удерживая 8 бутылочек одновременно. Разливающий носик наполняет бутылочки, а здесь устанавливают шарики со скоростью 115 в минуту. Шарик легко вдавливается до положения, в котором он свободно крутится. Этот завод производит свыше 1200 разных продуктов в год и продает 32 миллиона единиц парфюмерии.